Антоний Васильский монастырь Антоний Васильский монастырь И мало кто его знает Преподобный Антоний Васильский Когда потеряв своих близких Из Новгорода Пошел обратно на свою родину Он избрал очень уединенное место И думал, что он там будет молиться В уединении Никто его не будет там Мешать его молитве Он думал спрятаться от мира И в 1520 году Он основал там обитель Сийского Во имя живоначальной Троицы А вот посмотрите сейчас Храм преподобного Антония Сийского Стоит в Петербурге Какое это чудо Чем больше скрывают от нас подвижники Свою деятельность Тем больше их Господь прославляет Вот его скромность Преподобного Антония Я сейчас Я всегда Когда мне плохо Я представляю себе Что я Поклоняюсь Раке Преподобного Антония Там под спудом В монастыре В Троицком соборе Лежат его мощи Вот И на душе у меня становится легче Я думаю, что у каждого русского человека Должно быть такое ощущение Своего святого И своего любимого святого Когда можно перенестись Через тысячи километров И мысленно припасть К мощам преподобного И преподобный Он всегда с нами И здесь он Покрывает нас И окормляет нас И здесь его незримый покров над нами Мы ощущаем Не только в обители В обители сейчас у нас Идет праздник Там очень много гостей Вот Потому что за 10 лет За 15 лет Восстановление обители Много сделано И архимандрит Трифон Настоятель монастыря Который Очень много сил вложил И являясь такой личностью Многогранной Отец Трифон Собрал вокруг себя Очень много Деятельных И талантливых И молитвенных людей Так что его деятельность Она простирается И до наших пределов До нашего подводья Хочу вам сказать Я буду напоминать Каждый раз На преподобного Антония Сийского На наш престольный праздник Я хочу напомнить Тоже вам свою историю У меня история была такая Я очень сильно болел Был при смерти И друзья меня отправили В Антонио Сийский монастырь Я не знал Что такое монахи Что такое монастырь Я просто пошел на веру Мне сказали Умрешь там с Богом А если выживешь Тоже с Богом И увезли меня В далекий северный край За полторы тысячи километров От Петербурга Там положили в кельи Я приготовился умирать Вот Но я попросил настоятеля Молиться А мне Мне очень радушно Там приняли монахи И я стал ходить На мощи Преподобного Антония Сийского И вот однажды Во время Чтения Акафиста Мощи заблагоухали Преподобного Антония И совершилось чудо Я получил исцеление И вот благодарность за это Приехав в Петербург Я стал заниматься Подворьем Антония Сийского Монастыря здесь Дело в том Что у нас До революции Было больше 20 Северных подворий Они все разрушены Утрачены Святейший Патриарх Алексий Благословил Создание Петербурга Подворья Это единственное Подворье Которое разрешено Сейчас Ну Ближайших Северных Епархий Существуют Только исторические Подворья Вот А новые Подворья Не открываются Ну вот Святейший Патриарх Почему-то благословил Вот Это какое-то необычное Это чудо даже Что Такое Такое Произошло И вот Видите теперь Что здесь Стоит Храм Преподобного Антония Сийского И меня Вот год назад Ровно На Преподобного Антония Сийского Меня рукоположили В монастыре Во священнике Хотя я не планировал В своей жизни Быть священником Но вот Господь Видите как Распоряжается Судьбами человека Как он ведет К себе Вот Я в общем-то Счастлив То что Господь Доверил мне И в то же время Мне очень Трепетно И очень большая Ответственность И нагрузка Очень большая Отвечать за судьбы Многих людей За их Духовное состояние Здесь у нас Большой Трудный район Вот Но Молитвами Преподобного Антония Сийского Который Меня укрепляет Вот Видите Какое чудо Произошло Я исцелился От смертельной Болезни Я сейчас С вами Вот Хочу еще Сказать Что Мать моя Татьяна Осиповна Родилась тоже 20 декабря Как и Преподобный Антоний Ведь Вот так вот Все сошлось В одной дате Не бывает Ничего Просто так Сегодня у нас Торжественный день Мне хочется Всех поздравить Спасибо вам большое Что вы пришли На службу Что у вас Преподобный Антоний Сийский Тоже Вы его Восприняли Как своего Святого Знаете Вот Когда у нас Мы только начинали Мы раздавали Иконочки Ну вот Преподобного И люди Разносили их По домам Я иногда Их вижу Освещаю Квартиры Или что-то Одна женщина Подходит И говорит Вы знаете Что произошло У меня муж Неверующий Вдруг При смерти Стал умирать Скоропостижная У него болезнь И смерть Стали по дому Иконы искать Нет икон дома Он просит икону Говорит Я хочу Молиться Вдруг он захотел Человек не верил Не верил А вот перед смертью Захотел Стали искать И нашли икону Преподобного Антония Сийского Больше никого А потому что Раздавали И женщина Это взяла себе Ну всем дают И она взяла И он стал Он молился Перед этой иконой Перед своей смертью Понимаете Вот Казалось бы Такой случай Да случайность А вот Преподобный Антоний Здесь пригодился И сейчас Множество случаев В монастыре Тоже исцелений И от раковых заболеваний От наркомании Вот Притекают Как гробу Преподобного Антония Сийского Со всей Со всей нашей страны Зарубежья приезжают Давайте мы вместе Будем молиться Преподобному Антонию Хочу сказать Что он Покровитель У нас Иконописи Людей Искусства А также Покровитель Людей Науки Он очень Любил Книги Переписывал Книги И завещал Монастырю Так же Своё делание В своё время Монастырь наш был Просветительским Духовным центром Всего Северного края Вот Но В годы Лихолетия Монастырь был Разрушен Монахи Расстреляны Все Сосланы Куда-то Вот Сейчас Монастырь Разрождается И вот Вот Это вот Импульс Который задан Преподобному Антонию Сийским Импульс Просветительства Миссионерства Такой импульс Несения добра Милосердия Сострадания В люди Это сохранилось И до сих пор Сохраняется И надеюсь И наш храм Тоже И наше подворье Здесь в Петербурге Оно у нас Такое Странно приимное Милостивое Вот Мы всех принимаем Здесь Никого не отвергаем Выполняем Всех ваших жизненных путях Музыка Субтитры создавал DimaTorzok